Девушки отдыхают Девушки отдыхают Обождал немного, но погода не прояснялась И так как я боялся, что не застану больше брата, то я сказал, что все-таки пойду Я встал, пошел в сене, а моя знакомая бросилась вверх по лестнице за зонтиком, оставляя меня в потьмах Верхняя часть двери была стеклянная, и вдруг я в потьмах за этим стеклом увидел лицо Лицо было мне хорошо знакомо, но в эту минуту я не узнал его, так как оригинал находился оттуда в трехстах милях Я немедленно отворил дверь, никого не нашел И затем обыскал ключ, которым дом и дверь были увиты Я ничего не нашел, убедившись, что в такое короткое время никто не мог успеть отойти Я в первый раз спросил себя, чье же именно лицо я видел Я припомнил, что это было лицо замужней заловки моей жены И всему семейству рассказал про этот случай, как только пришел домой Судите об нашем изумлении, когда мы через письмо узнали, что она умерла в тот же час, когда я ее увидел В понедельник я видел лицо, а в среду, пока мы сидели за обедом, пришло письмо Различные телепатические явления 18 декабря 1964 года после обеда Мой свекор, господин Б, мой муж и я, говорит госпожа Б, сидели в столовой Комната была большая, в 26 и 30 футов В одной стене был камин и с обеих сторон двери Напротив камина три окна, а если встать спиной к камину, то в конце комнаты направо от нас было еще два окна, а налево пустая стена Эти окна находились выше пола на 7 футов, а может быть и более, так что нельзя было в них смотреть и нафиг, как вставши на стул Было темно и мы сидели около огня, но ставни не были закрыты Господин Б сидел напротив двух окон, я по ту сторону камина, спиной к тем же окнам Мой муж как раз напротив камина между нами Вдруг господин Б сказал, кто это смотрит в окно? И указал на более отдаленные из двух окон Мы смеялись, так как знали, что никто не может смотреть в окно, потому что там не было на что встать Господин Б наставил на сказанном им, говоря, что видит бледную женщину с черными волосами, что лицо кажется ему знакомым Но он имени не может вспомнить Он уговорил моего мужа обойти дом с одной стороны, пока он пошел с другой Однако они никого не видели Я посмотрел, о который час, когда они вышли, и заметил, что было 5.75 вечера На следующий вторник я узнал про смерть моей матери, госпожи Ренкинг, скончавшейся в Питерспорт Гернсной, как раз в 5.75 после обеда в воскресенье 18 декабря В тот же момент, когда лицо явилось за окном Она до смерти была без сознания и жалостно меня звала Как только господин Б узнал о ее смерти, он воскликнул Я в воскресенье видел за окном лицо госпожи Ренкинг Он только 2 или 3 раза видел ее Мы даже не знали, что моя мать опасно больна Я не осмелилась объяснить этот факт ученым образом, но я твердо убеждена, что мысли моей матери были заняты мною, старшей ее дочерью Я вышла замуж только 2 месяца перед тем, и она меня не видела со дня свадьбы Я, говорил автор, цитируемый ниже книги, из которой мы взяли этот рассказ Имел весьма удовлетворительное свидание с госпожой Б, которую считаю очень рассудительной свидетельницей Она показала мне фотографический снимок дома, по которому оказывается, что лицо за окном не могло быть лицом живого человека Даже головы высокого мужчины нельзя было бы видеть с того места в комнате, где они сидели Так как выступ был в 6 футах от земли И под окном ничего не было, на что можно было бы упираться ногами, чтобы вылезть Однако свекор все подтверждал, что видел живое лицо, хотя не мог объяснить его явление Он был уверен, что это лицо ему известно, но не мог вспомнить, чье оно Он только два раза видел госпожу Ренкинг Оказывается, что с ним никогда не было галлюцинации, он и это явление таким не считал Смерть последовала внезапно после диссентерии Госпожа Б ясно помнит, что было 5 и 3 четверти, когда муж и отец обыскивали дом Огонь в камине ярко освещал комнату Характерная черта двух следующих случаев Есть постепенное образование призрака и замедленное его опознание со стороны субъекта В доме, где были написаны эти страницы Большое и широкое окно на лестнице, выходящее на север Сбоку освещает вход в большую семейную комнату в конце коридора, проходящую почти вдоль по всему дому Много лет тому назад, зимой после обеда, автор этих строк вышел из своего кабинета, также выходящего на этот коридор И направился в столовую обедать День был несколько пасмурный, но туман был не густой, однако за дверью в конце коридора лежало как будто облако По мере того, как он подвигался, туман этот склубился в одно место, темнел и стал образовывать контур человеческой фигуры Голова и плечи все более и более выделялись, между тем, как остальная часть тела казалась как будто обернутой в сгорестый газовый плащ Такой длинной, что закрывал ноги, и дотрагиваясь высланного плетником пола, своей шириной изображал базис пирамиды Яркий свет падал в окно на этот предмет, который казался таким тощим и тонким в своем составе, что свет, играющий на вновь лакированной двери, виднелся сквозь нижнюю часть одежды Призрак казался бессветным, подобно статуе из вояна и стумана Автор этих строк был до того поражен, что не знает, двинуться ли он вперед или остановился Он скорее удивился, чем испугался, так как ему сначала казалось, как будто он в первый раз видит неизвестную ему до сих пор игру света с тенью Он не видел тут ничего сверхъестественного, пока голова не обернулась к нему, и он узнал черты лица весьма дорогого ему друга Его наружность дышала тихим спокойствием, и кроткое доброе выражение, свойственное ему в жизни Насколько помнит автор, сосредоточилось в один прощальный взгляд, полный глубокой привязанности А потом в один миг все исчезло Автор только может сравнивать образ исчезновения с тем, как улетучивается облако дыма при прикосновении холодного воздуха Результатом этого явления было большое изумление, но не ужас Так что вместо того, чтобы вернуться в свой кабинет, он пошел по направлению к двери, около которой стояло явление И отворил ее Он, конечно, не мог не признавать значение того, что видел А на следующий или на второй день мы с почтой получили известие, что друг его тихо скончался В то время, когда его видел автор Надо заметить, что смерть была неожиданная, что автор в течение нескольких недель ничего о нем не слыхал И в день кончины про него не упоминал Несколько лет тому назад, рассказывает одна дама, я с одним своим другом заключила избитый договор Что тот из нас, кто первый умрет, явится и посетит другого Несколько лет спустя я попросила сестру этого друга напомнить ему обо мне и спросить, не забыл ли он своего обещания Я получила ответ, что помнит отлично и надеется, что явится он ей, а не она ему И забыла про всю я историю Мой друг был в Новой Зеландии, а место пребывания его сестры было мне неизвестно Одна же ночь я проснулась с ощущением, что кто-то в комнате Должна сказать вам, что у меня на столике около кровати всегда горит свеча Я оглянулась и увидала что-то за столиком Со мной сделался озноб Однако я не испугалась, протерла глаза, чтобы убедиться, что бодрствую И упорно стала всматриваться Мало-помалу человеческая голова и плечи стали выделяться ясно Но как будто из какого-то туманного материала, если можно употребить это выражение Голову и черты леса можно было различить Но все явление казалось невещественным и нецелым Оно действительно походило на облако, изображающее человеческую голову и плечи Сначала я смотрела и спрашивала себя Кто это? Должно быть тут кто-то в комнате, но кто? Потом, судя по очертанию головы и лба, особенно выступающего в лице моего друга Я воскликнула Капитан В Явление исчезло Я встала и записала число и ждала, пока не было возможности получить известие из Новой Зеландии Я старалась узнать про моего друга, но уже не сомневалась, что он умер Ответ был все один и тот же, известия нет А наконец писали Мы так беспокоимся, давно ничего не слыхали Мы дождемся следующей почты Пишите по известному вам адресу Затем я получил известие на простом клочке бумаги Я упал из кареты, не могу писать, голова все еще болит Больше ничего не было сказано, но это я привожу слово в слово, насколько помню В данное время мы обо всем узнали подробнее Он упал из кареты и находился без сознания, а потом все-таки воспоминания остались еще смутными Я никогда не сомневалась в том, что пока он был без сознания, дух его явился ко мне Момент явления совпадал с моментом бессознательности Кроме этого одного случая, со мной никогда не было никаких явлений Автор следующего рассказа, госпожа Бишоп, рожденный мистер Берт Весьма известная путешественница и писательница Агентом явления был господин Неджент, известный под именем Маунтин Джим Он был наполовину краснокожий индиец В тот день, когда я расставалась, он был очень тронут и взволнован Я долго разговаривал с ним о земной жизни, о бессмертии души и кончил библейскую цитатую Это произвело на него сильное впечатление, он был очень взволнован и воскликнул Я, может быть, не увижу вас в этой жизни, но, несомненно, увижу после смерти Я мягко упрекнула его за горячность Но он те боли выходил из себя, прибавляя Я никогда не забуду слов, сказанных вам, я кемнусь, что, умирая, увижу вас Затем мы расстались, и в течение некоторого времени я слышал, что он ведет себя лучше Потом, что он возвратился к необузданному своему образу жизни Что он болен вследствие раны, нанесенной ему во время драки И, наконец, что он здоров и только мечтает о мести Последние вещи я получила в гостиной Интерлакен Когда я с госпожой Клейтона с семьей Кэр была в Интерлакене, Швейцарии Вскоре после того, в сентябре 1974 года, я лежала на своей постели около шести часов утра И писала своей сестре Как вдруг увидела Маунтин Джим, стоящим передо мною и пристально смотрящим на меня Когда я взглянула на него, он тихо, но ясно сказал Я пришел, как обещал Затем махнул мне рукой и сказал, прощайте Когда госпожа Бессикер зашла ко мне в комнату, неся мне завтрак Мы записали случай, число и час В свое время мы получили известие о его смерти И число, приняв во внимание разницу долготы, совпадало с его явлением В ответ на расспросы госпожи Бишоп сообщает госпожа, что никогда не была подвержена галлюцинациям Что она в последний раз видела его в Луис, Колорадо, 11 декабря 1973 года И что он умер в Форт Коллинз, Колорадо Она надеется на возможность показать нам дневники, в которых записан факт Но она писала из чужой страны в торопях Следующий случай сообщен госпожой Болланд В марте 1875 года в Гибралтаре произошел со мной такой случай Я по воспоминаниям описала его в 78 году Это описание в августе месяце того же года А однажды в прекрасный светлый день я после обеда прилегла в своей гостиной И занялась чтением статьи Когда вдруг почувствовала, что кто-то желает со мной заговорить Я взглянула и видала человека, стоящего возле кресла в шести футах от меня Он пристально на меня смотрел с необыкновенно серьезным выражением глаз Но как только я встала и направилась к нему, он исчез Комната имела около 18 футов длины А в задней ее части я видела нашего слугу Пирсона Державшего дверь открытой, как будто он кого-то впустил Полагая, что может быть и он только галлюцинации Я обратилась к нему с вопросом, пришел ли кто На что он ответил, нет барыня И ушел После этого я стала спрашивать себя, бодрствую ли я или сплю Так как пролежала еще 10 минут Я повторила про себя читанное мною, снова прочитала главу И в 10 минут дошла до того же места, на котором остановилась Затем я думала, что все кончилось Лицо было мне вполне известно, хотя я и не могла припомнить, чье оно Но одежда очень напоминала мне костюм Который мой муж год тому назад подарил одному слуге по имени Рамсей А человек был отставной солдат, которого я нашла умирающим В Инвернессе И который после выхода из больницы поступил к нам в услужение Но он вел себя нехорошо, и я должна была уводить его до нашего переселения в Гибралтарь Он поступил половым в клуб в Инвернессе И я не имела никакой причины беспокоиться о нем Так как я полагала, что он здоров и служит хорошо И что приобретенная им прежде опытность поможет ему удержаться на своем месте Когда муж вошел, я рассказала ему о том, что я видела Об этом же я сообщила и жене полковника Но не записала дня После этого, в такой короткий срок, в какой только могло прийти письмо из Инвернесса Мой муж получил письмо от бывшего своего сержанта Извещающего его о смерти Рамсе Не упоминая о подробностях На это мой муж ответил, что сожалел И желал бы узнать подробности о болезни и смерти Он получил следующий ответ Рамсей умер в больнице в бреду И беспрестанно звал госпожу Болленд Я только еще прибавлю, что лицо призрака напоминало мне черты Рамсея В то время, когда я впервые видел его умирающего в больнице Но видя его каждый день в моем услужении здоровым Я забыл о это лицо Или, по крайней мере, не находила сходства между ним и моим явлением Должна упомянуть, что в течение нескольких лет Была я очень слабо с здоровьем Но в данный момент чувствовала себя бодрее Чем когда-либо Теплый климат так хорошо повлиял на меня Что я чувствовал особенную силу и радость Независимую от прочих условий жизни Что было для меня чрезвычайно приятным ощущением Госпожа Аллом В октябре 1852 года пишет Я отправилась в школу Вальзас Мне было 17 лет Я покинула мать в весьма неудовлетворительном состоянии здоровья 14 месяцев после моего отъезда около Рождества Я узнала, что моей матери хуже Но не подозревала опасности В последнее воскресенье февраля месяца 54 года Между первым числом и вторым часом Я читала в большой классной Когда вдруг образ моей матери явился мне В другом конце комнаты Она лежала как будто в постели В ночном костюме Лицо нежно улыбалось мне А одна рука была поднята И указывала к небу Затем явление стало тихо подвигаться по комнате В то же самое время Приподнимаясь И наконец исчезло Тело и лицо показались мне Исхудалыми от болезни в такой степени Как никогда еще этого не бывало в жизни И она была страшно бледна В тот момент Когда я увидала явление матери И почувствовала убеждение Что моя мать умерла Это впечатление так подействовало на меня Что я не могла предаться своим занятиям И мне грустно было видеть Что младшая моя сестра Играет и веселится со своими подругами Через два или три дня Моя наставница позвала меня к себе После молитвы Как только мы вошли в ее комнату Я сказала Вам не нужно говорить мне Я знаю что моя мать умерла Она спросила Каким образом я могла это узнать Я объяснение не дала Она только сказала Что уже три дня об этом знаю Впоследствии я убедилась Что моя мать умерла в то воскресенье Во время явления И что она скончалась В бессознательном состоянии Которое началось уже за два или три дня До ее смерти Подполковник Джонс пишет В сорок пятом году я с полком стоял в местечке Мульмэн В Бурмах В то время прямого почтового сообщения не было Мы письма получали при помощи кораблей То массу за раз А то целыми месяцами оставались без всяких известий 24 марта 45 года я с другими знакомыми Обедал у приятеля Сидя на веранде после обеда И разговаривая с другими гостями О местных делах Я вдруг ясно увидел перед собой Открытый гроб В котором лежала любимая моя сестра По-видимому мертвая Она в то время находилась дома Я конечно замолк И все посмотрели на меня с удивлением И мы стали спрашивать что со мной Я смеясь рассказал о своем видении К которому отнеслись как к шутке Поздно вечером я пошел домой В сопровождении офицера Гораздо старше меня Покойного отставного генерал-майора Джорджа Брикса Бывшего в то время капитаном Который возобновил разговор об этом предмете И спросил имел ли я известие о здоровье сестры Я отвечал что последние письма из дома Получил три месяца тому назад Он просил меня записать явление Так как он уже прежде слыхал про подобные случаи Я записал и показал ему заметку Сделанную мною на поле календаря Против данного числа 17 мая получил письмо из дома Извещающий меня о смерти сестры Последовавшей в тот именно день То есть 24 мая 45 года Капитан Рёссель Кольт Из Гаршери Котбридж Сообщает следующее Я проводил праздники с отцом и матерью В старинном имении нашего семейства В доме выстроенном каким-то пралцем Еще во времена Марии Королевы Шотландской Моя спальня была странная комната Длинная и узкая С окном в одном конце И с дверью в противоположном Моя кровать стояла налево от окна Против дверей У меня был любимый брат старший Аревер Поручик 7-го юридического Величества пехотного полка Ему было в то время около 19 лет И он несколько месяцев Простоял под Севастополем Я часто с ним переписывался И однажды после письма Написанного им в грустном настроении духа Я ответил Что он непременно должен ободриться Но что в случае какого-либо несчастья Должен явиться мне В моей комнате Где мы во время детства Так часто вместе сидели Наслаждаясь веселым разговором Он это письмо получил Как я узнал впоследствии В ту минуту Когда собрался идти к священнику Для принятия святых тайн Впоследствии Это же священник рассказывал мне О происшедшем Затем брат пошел к шансам Откуда больше не вернулся Так как несколько часов спустя Уже начался штурм Редана Когда капитан его роту пал То он заменил его И храбро вел своих людей Он только что перешел с ними шансы Хотя уже получил несколько ран Когда пуля ударила его в правый висок И он пал вместе со многими другими Тридцать шесть часов спустя Его нашли стоящим на коленях Так как он был окружен другими трупами Он умер или скорее пал Смерть может быть последовала немоментально Восьмого сентября 1855 года В ту же ночь я внезапно проснулся И увидал в моей постели Лицом к окну стоящего на коленях брата Среди какого-то легкого фосфорического тумана Я хотел заговорить с ним Но не мог Я спрятал голову под простыни Не от страха Так как никто из нас не боялся Духов или привидений Но просто чтобы собраться с мыслями Я о нем не думал И не видел его во сне И забыл все Что писал ему две недели тому назад Я решил что я это только вообразил И что вероятно месяц осветил Какое-то полотенце Или тому подобный предмет Не лежащий на своем обыкновенном месте Но взглянул и я опять увидал Его смотрящего на меня Нежным умоляющим грустным взором Я снова хотел заговорить Но язык был связан И я не мог произнести ни звука Я вскочил с постели Посмотрел в окно И видел что лунного света не было Напротив того было очень темно И шел сильный дождь Капли били в окно Я обернулся и все еще видел бедного Оливера Закрыв глаза Я прошел сквозь привидения к дверям комнаты И повернул ручку и еще раз оглянулся Явление повернулось ко мне головой И снова посмотрело на меня Нежным и озабоченным взглядом Тогда только я заметил На правом виске рану Из которой текла кровь Лицо было бледно, как воск Но казалось прозрачным Как и красная струйка Текущая с виска Нет возможности описать этого образа Но я никогда его не забуду Я пошел в комнату моего друга Где пролежал на диване остальную часть ночи И сказал ему о причине Я и другим в доме о своем явлении рассказал Но отец запретил мне повторять такие глупости И особенно велел не говорить о случившемся перед матерью В следующий понедельник Отец получил от господина Александра мильную записку Извещающую его об осаде Редана Но не упоминающую о подробностях Я попросил приятеля уведомить меня Если он раньше мне найдет имя брата В списке убитых и раненых Недели две после этого Он в доме своей матери Зашел ко мне в спальню С весьма серьезным видом Я сказал Ты наверное хочешь сообщить мне О грустной вести Которой я ожидаю И он ответил Да Полковой командир Два или три офицера Видели труп Трупу подтвердили Что его вид соответствовал моему описанию И что смертельная рана находилась точно там Где я ее видел Но никто не мог сказать Умер ли он в тот самый момент В последнем случае я видел его явление Несколько часов после кончины Так как оно показалось в начале трех часов утра Несколько месяцев спустя Возвратили нам Винверск Маленький молитвенник И писанное мною письмо Которое нашли во внутреннем кармане Мундира Надетого на нем В момент смерти Я еще их сохраняю Гастер Фурнье в Париже Сообщает 21 февраля 1879 года Меня позвали на обед Мои хорошие знакомые Войдя в гостиную я заметил Что недостает господина Д.Э Постоянного гостя Я встречался с ним почти каждый раз Когда обедал у них На мое замечание по этому поводу Госпожа А.Б. объяснила Что Д.Э. служит в одной Большой банкирской конторе И в последнее время Должно быть сильно занят Так как не показывается уже два дня Затем об Д.Э. Больше речи не заходило Обед прошел очень весело И до госпожи А.Б. не видно было Ни малейшего признака озабоченности За обедом мы решили идти Кончать вечер в театре За десертом Госпожа А.Б. встала из-за стола И отправилась в свою комнату Одеваться Оставив дверь в столовую полуоткрытую Мы с Б.Н. несколько минут Оставались за столом И курили сигары Как вдруг услышали страшный крик Предположив какое-нибудь несчастье Мы бросились в комнату И нашли госпожу А.Б. совсем присевшую И почти в обмороке Мы захлопотали около нее Она по немогу пришла в себя И рассказала нам следующее Оставив вас Я начала одеваться для выхода И стоя перед зеркалом Собиралась завязать ленточки у шляпки А вдруг увидела в зеркале Что в дверь вошел Д.Э. Он не снимал шляпу И был бледен и печален Не оборачивалась Я сказала ему Ну вот и вы Д.Э. Садитесь же И так как он не отвечал То я обернулась Но уже ничего не увидала Тогда я в ужасе закричала Как вы слышали Чтобы успокоить Жену Б. принялся Патронивать над ней Представляя видение Простой нервной галлюцинации И говоря Что Д.Э. будет Весьма пощен Узнав до какой степени Он занимает ее мысли Затем Так как госпожа Б.Э. Все еще дрожала Всем телом Мы чтобы сразу Покончить с ее беспокойством Предложили ей Отправиться Точно же говоря Что иначе Мы пропустим Начало пьесы Я ни разу не вспоминал О.Д.Э. С тех самых пор Как Ф. спросил меня Отчего его нет Сказал нам госпожа Б. Я не трусливый Никогда не имел Галлюцинации Уверяю вас Тут есть что-то Сверхъестественное И что касается меня Я не выйду Пока не получу Сведений О.Д.Э. Умоляю вас Сходите к нему Это единственный способ Успокоить меня Я посоветовал бы Уступить желание Его жены И мы оба Отправились к Д. Он жил очень недалеко Дорогой мы немало Шутили между собой Насчет страхов Госпожи Придя к Д.Э. Мы спросили швейцара Дома ли к Д.Э. Да, сударь Они весь день Не выходили Д.Э. Был в маленькой Холостой квартире Прислаги у него не было Мы поднялись к нему И несколько раз Принимались звонить Но ответа не было Звоним сильнее Потом стучим Изо всей силы Успеха не больше Б.Э. Против воли Взволнованный Говорит мне Это нелепо Швейцар ошибся Он вышел Сойдемте вниз Но швейцар Снова утверждает Что Д.Э. Не выходил В этом он Совершенно уверен Испугавшись Не на шутку Мы опять идем Вместе с ним Наверх И снова пытаемся Добиться Чтобы нам Отворили Потом Не слышав В квартире Ни звука Посылаем За слесарем Отворяем Двери И находим Лежащее На постели Тело Д.Э. Пробитое Двумя выстрелами Из револьвера Врач Д.Э. 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 Моя кузина, остававшаяся все время при ней, слышав о том, что я видел, сказала, я не удивляюсь этому, так как она звала вас во все время агонии. Это был единственный раз, что мне пришлось испытать нечто в этом роде. Быть может, этот рассказ из первых рук представит для вас некоторый интерес? Могу упомянуть только, что живое впечатление, испытанное мной в ту ночь, никогда не покидает меня. Генерал-лейтенант Альберт Фич сообщает, замечательный случай, произведший глубокое впечатление на мое воображение, был со мной в Моульмэне. Я видел призрак, видел собственными глазами при полном дневном свете. Могу принять в этом присягу. У меня был старинный товарищ. Мы были вместе сначала в школе, потом в коллегии, жили в теснейшей дружбе. Между тем, нам не пришлось видеться много лет. Раз утром я только что встал с постели и начал одеваться, как вдруг мой старый приятель вошел ко мне в комнату. Я встретил его самым сердечным образом и сказал, чтобы он лелел принести себе чашку чаю на веранду, обещая немедленно присоединиться к нему. Затем поспешно оделся и отправился на веранду, но не нашел там никого. Я не мог поверить своим глазам и позвал часового, стоявшего перед домом, но оказалось, в это утро он не видел никакого незнакомого господина. Моя прислуга также объявила, что в дом никто не входил. Я был уверен, что видел моего друга. Я не думал о нем в ту минуту, а однако не был особенно удивлен, так как пароходы и другие суда часто приходили в Моульмен. Через две недели после того я узнал, что он умер за 600 миль оттуда около того самого времени, как видел я его в Моульмене. В 1882 году, в светлое воскресенье, я, говорит Джон Мастерс, отправился спать, как только пробило 11 часов. Идя по коридору, ведущему мою комнату, дверь спальной моих родителей находилась прямо передо мною на расстоянии 10 или 12 футов, а дверь моей комнаты еще фута на два правее, так что мне приходилось пройти в свою комнату мимо их двери. Я увидел, что дверь открыта, и так и прирост к месту. В дверях прямо передо мной стояла фигура женщины. Я не мог рассмотреть ее платье, но отлично видел черты лица и в особенности глаза. Должно быть, я стоял по крайней мере 20 секунд, так как моя мать, слыша, что я внезапно остановился, не дойдя до своей комнаты, открыла дверь внизу и спросила, что случилось. Тогда я сошел и оставался с моими родителями до тех пор, пока все не разошлись. Фигура исчезла, лишь только мать позвала меня, и свеча, которую я держал в руке, через открытую дверь осветила комнату до противоположной стены. Привидение загораживало свет, как осязаемое тело. Привши ее шесть месяцев, я почти забыл об ее существовании. Она умерла от чахотки, чем и объясняется, почему ее не было видно в городе. Госпожа Клэр в Лондоне В августе 1864 года, в три или четыре часа по полудни, я сидела на веранде нашего дома в Варбадосе и читала. Негритенко катала по саду в коляске мою маленькую дочь, которая была года полтора. Привши ее шесть месяцев, в три или четыре часа по саду в коляске мою маленькую дочь.